возобновляю уроки греческого 20 урок это по учебнику мечина по греческому языку то есть по языку нового завета и дошло до имперфекта то есть прошедшего времени это несовершенного вида в греческом как во многих старых индоевропейских языках совпадает ну то есть значение виды выражается во времени допустим перфект это будет прошедшее время совершенного вида а вот имперфекта это несовершенно то есть действие длительно проходит он достаточно простой то есть простое прошедшее время поэтому первое изучается если мы берем правильный глагол то просто мы добавляем в начале так называемое приращение вот любого это правильно как он поэтому просто и и присоединяется другая серия окончаний вот они окончания прошедшего времени но мы видим что некоторые полностью совпадают допустим с настоящим да некоторые на него походят поэтому в общем то тут несложно тоже выучить окончание немножко отличается можно сказать варианты окончаний да ну вот эта серия прошедшего времени и так она сериями идет то есть потом так говорят что допустим основа образуется так то а серия окончаний такая то если в начале стоит гласное слово так как мы ранее видели что многие греческие глаголы на гласную начинаются то у нас будут действовать правила сандии которые в греческом тоже есть как и санскрите просто они их меньше как бы осмысляли санскрите сразу грамматика начинается с сандии потому что они как бы фонетику на первое место выдвигали а греки грамматику но то же самое явление эндоевропейской есть греческом под влиянием вот этого она фактически сливается с последующим гласным происходит вот такое вот удлинение ну то есть она поглощает а и краткую образуя долгую да и ряд допустим то что о о переходит в долгая и так далее ну вот правило да ну и вот и примеры в основном у нас тут на и на а глаголу пока что лучше на который начинается на или на и вот они переходят вот так вот допустим а к это я слышу а я слышал будет как он мы делаем приращению на она поглощает а и мы делаем немножко другое окончание то есть он на конце да или там ага и гон глагол быть как обычно немножко неправильно спрягается вот парадигма то есть кое-где там будет основа м до кое-где будет просто кое-где даже с будет то есть это просто запоминать надо м н с н м н и т с вот это глагол быть прошедшем времени новые слова аэро поднимаю и слова елис которая аэросис но тоже от этого то есть некое поднятие такое да аэро она бы и но легко есть она базис книжка она бай но это вверх бай но это я иду значит она бай но это я вверх иду то есть она это вверх а кота бай но это я спускаюсь кота это вниз ну и так что их принципе легко запомнить слово бай но и дует уже видимо на легкое а под низко умираю но тут корень этот тантос есть но он как-то так весь зачередовался поэтому не они очевиден он ну вот можно тогда зазубрить а под низко а по ктейну убиваю а по ктейну убиваю а под низко это сам умираю апостелло легко запомнить апостола до апостола это я посылаю все апостолы так посланный посланник артос хлеб пожалуй нет у меня русских аналогов бай но иду надо запомнить с хио ем это легко то что она эндоевропейская нас тоже похоже слово да и и едят там допустим с хио ем кота кота очень важный предлог такой потому что с генетивом он будет означать против а с аккузативом наоборот в согласии с чем-то то есть он меняет значение на противоположной зависимости от падежа поэтому при кота надо обязательно падеж смотреть а кота очень часто то есть кота он обозначает некая соответственно с генетивом означает что под против чего-то другого или идет или идеи напротив на а если он с аккузативом то наоборот он вместе вот как-то вот в согласии с чем-то там или идет или говорит вот кота бай но это вниз спускаться при при всем при этом то есть как приставка он может еще дополнительно и довешивать значение но типичный европейский язык такой же как русский с многозначными глаголами предлогами приставками так далее нд уже был этот оборот в оси мили в этом курсе означает противопоставление но обычно не даже и не переводится гречески довольно логичный язык там много таких всяких уточняющих частиц которые не переводятся потому что они просто четче делают логику тексту нд означает что с одной стороны с другой стороны рассматривается явление у к эти уже не это просто слитное опять же слово пара многозначный еще один союз с генетивом это то же самое что а по но употребляется только когда речь идет о людях то есть от кого-то пара с дативом это будет означать что что что-то возле чего-то и с аккузативом это означает что что-то перед чем-то или напротив в общем тут в в контексте надо с предлогами я уже говорю что в греческом такая варежка что они многозначные зависит от падежа падежей там мало и получается что с предлогами надо почетче и даже специалисты по греческому серьезные часто не могут точно определить новом завете значение предлога и начинаются теологические дискуссии вокруг предлогов пара ламбану получаю беру с собой ламбану перу а пара ламбану значит получаю всем это легко у нас много слов таких синтетика там все такое всем это с с чем-то и мета это тоже самое всем идет с дативом а мета с генетивом синагу собираю то есть оба виду и синагу собираю синагога отсюда тот и тогда вот упражнение на закрепление как обычно я первые три предложения перевожу что какой-то образец дать а все остальное предполагается что на паузу ставят и сами переводят те кто учат по вот этому курсу тут прямо указано откуда взята учебник греческого языка мечина то есть тут я с образовательными целями цитирую упражнения чтобы точно все было правильно что специалист по греческому составил то если я составлю может там какие-то ошибки будут поэтому я даю все-таки упражнения из учебников как образцы чтоб люди правильно учили перевожу первые три предложения и коммин тэс фоне салту мы слышали его голос в те дни мы слышали его голос в те дни это из евангелия нюндэ укэти а коммин аутэс а сейчас уже не слышим его то есть в те дни мы слышали голос вот оно прошедшее время и коммин а сейчас мы его уже не слышим а вот тут настоящее время а коммин это различается только а и а годы мэттэс стук кирилл элеги параболин тос адельфойс алту легкая а ученик господа а ученик господина воды означает что противопоставляется чему-то что было перед этим а ученик господина говорил вот оно прошедшее время от леку элеги говорил параболин притчу или пример тос адельфойс алту своим его братьям или своим братьям можно так сказать а пэк тэнэн гоэн люста и та тэк на убили разбойники детей ну видимо вот детей божьих то имеется ввиду синтойс дидас калойс алтон с их учителями убили разбойники воду и люста и на на последнем а пэк тэнэн вот тут нужно обратить внимание что приращение вставляется после приставки да то есть вот тут ф о перешло но не в начале сама приставки перед корнем превращение перед корнем вставляется и переносит на себя ударение обычно или подтягивает его к себе ну так вот а пэк тэнэн гоэллюстай та тэк на сюн то есть дидас калюс алтон пара ты вода толто на этом пути насколько я понимаю да то есть убили или возле возле тут будет пора все-таки возле в этом значении да у как у этого пути какого-то до убили значит разбойники детей вместе с их учителями вот так